от основного массива проязыковой общности. Это чувашский язык. Чуваши – прямые потомки волжских болгар, которые сохранили протоболгарский язык в качестве основы для своего родного чувашского. И чувашский, он напрямую от древнеболгарского происходит. Вот те болгары, которые волжскую Болгарию основали, они говорили на языке, который, ну, вот, к современному чувашскому, как к древнерусскому, к русскому относится. Это непосредственный язык-предшественник. И считается лингвистами, что именно древние болгары первыми делились от основного массива тюркских наречий и уже дальше развивались самостоятельно. Вероятно, там же были и гунны, но от гуннов ничего не осталось. Поэтому мы можем только предполагать, что тюркоязычные, подавляющие массе своей гунны, они тоже принадлежали вот к той отрасли тюркской языковой семьи, которая связана с чувашами и с болгарами. Значительно позднее уже прошло отделение других этносов, Канглопеченеги, Агузы, которые потом сыграли выдающуюся роль в формировании современного туркменского народа, а также и турецкого, потому что первоначальное ядро османских турок, вот эти самые 500 условных семей, почему условных, мы узнаем чуть ниже, оно как раз из турок-сельджуков, а это просто-напросто туркмены, и вот от них все это и пошло. И азербайджанцы тоже, ну в общем, короче, вот вся та отрасль, которая пошла к югу от Каспийского моря, она связана с Агузами, а которая пошла по северному маршруту через Дешты-Кипчак, это Кипчаки, и там Кипчаки сыграли решающую роль в формировании большинства современных тюркоязычных северных народов, в том числе и татарских народов в Сибири, Поволжье, Казанские татары и Крымских татар. Но это опять мы с вами говорим о потомках, а корень у них, у всех, корень их имени, не генетический, хотя может быть и генетический, но это вопрос, как обычно, очень сложный, потому что современные исследования показывают, насколько стабильным остается с точки зрения генетики население даже тех регионов, которые традиционно считались эдакими перекати-полем, что одна волна кочевников сменяла другую, истребляя ее и выгоняя куда-то там на запад, а тут уже новые люди, потом снова и новые люди и так далее. Так вот это мнение, которое еще в 19 веке полностью господствовало, сегодня уже выглядит архаичным. Сегодня уже очевидно, что основной массив кочевых племен, он как оставался на своих кочевьях, так и жил в них после всех завоеваний, меняя в том числе и язык, меняя и название, и самоотождествление, меняя, но люди оставались. И потомки древних и равноязычных саков и массагетов, они сегодня живут в Казахстане и в Туркмении, соответственно. Никуда они не делись, не убежали на запад, и вместо них другие люди не пришли. То есть другие тоже пришли, но они смешались вот с этими предками и получили современный народ. Поэтому всегда очень трудно разделить. Вот где идет история имени народа, а где история самого народа? Просто поймите, что имя, оно могло меняться и часто менялось. Но это не значит, что люди, которые жили за несколько тысяч лет до нас, на территории наших стран, что они не являются нашими предками, хотя бы они назывались по-другому, говорили на другом языке и сами себя считали другими. А посмотришь на генетическую-то линию, цепочку-то предков, и упрешься в них. И оказывается, что это наши пра-пра-пра-пра-дедушки и пра-пра-пра-бабушки. Вот так вот бывает в жизни. Отсюда мораль, узкий национализм. Глуп, ибо он разрывает вот эту нашу природную связь с нашими предками. А интернациональный подход, который в Библии еще заложен, единственно правильный. Это я так аккуратно перекидываю мостик к происхождению тюрок, потому что в книжке с таким названием, написанной Абулгазиханом, эта идея как раз и утверждается. Вообще, вы знаете, что тюрки, монголы, русские и славяне, они все братья? Не знаете? Так я вам скажу об этом. Мудрый Абулгазихий Винский хан в 17 веке написал родословию тюрок, и там черным по белому, арабскими буквами записано, что был такой пророк Иофет. Он из Библии, вообще-то говоря, известен. А у Иофета было несколько сыновей. Тюрк, Хазар, Рус, Соклаб, то есть славянин. Ну и еще там несколько, которые имели меньшее значение. Русские, славяне, Хазары и тюрки – это просто братья. А вы говорите мне, что интернационализм придумали коммунисты. Да даже если бы их не было. История Северной Евразии, история Великой Северной Евразии показывает, насколько тесно между собой связаны народы. Как неудивительно, современная историческая наука считает, что тюрко-монгольская степная общность, она была общностью не только хозяйственных связей и похожего образа жизни, но и очень часто народы тюрко-монгольские пересекались между собой. Пусть и не так, как об этом писал Абулгазихан, пусть и не было у них общего предка Агус-хана, но тем не менее. А может быть, и был, кстати говоря. Чуть и так вот сразу. Есть ведь такая теория, лингвистическая, правда, она ныне считается несколько маргинальной, ее оттеснили на обочину господствующей лингвистической концепции. Так вот, есть такая теория, которая объединяет тюрков и монголов в одну алтайскую языковую семью. Соответственно, все тюркские народы, все монгольские народы, тунгусы-маньчжурские, и по некоторым крайним представлениям корейцы и японцы, вот это все вместе, большая алтайская семья. То есть, грубо говоря, родня. Но справедливости ради скажу, что все-таки считается, что эта теория ныне устаревшая, тюрки и монголы относятся к разным языковым семьям. Тем не менее, они всегда были тесно связаны между собой в хозяйственном отношении, жили в одной и той же великой степи, правда, на разных концах ее, часто роднились между собой, и на самом деле монголы, как представители более восточных, то есть более сильных в военном отношении племен, они всегда играли очень важную роль в жизни тюркских народов. И происхождение того народа, о котором мы будем говорить, народа голубых или небесных тюрок, коктюрк, как принято говорить в западной историографии, в отечественной обычно говорят либо древние тюрки, либо тюркюты. Термин тюркют придуман французом Пелео, но его подхватил и широко распространил Лев Николаевич Гумилев в своей книге-монографии об истории древних тюрок. Так вот, само это слово образовано как раз из двух элементов, из корня тюрк, это тюркская, естественно, основа, и монгольского суффикса ют, означающий множественное число. Почему Гумилев так сделал, вы поймете чуть позже из дальнейшего рассказа. Происхождение древних тюрок у нас записано в двух вариантах. Во-первых, в народных преданиях и легендах, самое красивое из которых гласит, что когда-то древняя отрасль гумнов на запад, то есть государство Аттилы, было истреблено врагами, но спасся из всех гумнских царевичей только один девятилетний мальчик. Враги отрубили ему руки и ноги и бросили в болото, но он выжил, а там его нашла волчица. Она сжалилась над ним, вылизала ему раны, отчего они зажили от волчьей слюны, выкормила его, выходила, а потом и забеременела от этого девятилетнего мальчика. Мальчика, тем не менее, нашли враги и убили, а волчица убежала на Алтай, где в пещере родила десятерых сыновей. И вот от этих десятерых сыновей пошли тюрки. Некто, которого звали Асеньше, вышел через несколько поколений из пещеры вместе со своими родовичами и признал себя вассалом жужжанского фана, начав ковать для него железо. Вот такая вот интересная легенда. Между прочим, с точки зрения исторической науки, она интересна тем, что здесь зафиксирована отрасль гуннского племени на запад, то есть держава Атилы, что очень сильный аргумент в пользу историков, считающих, что Сюнну, жившие в Китае и впоследствии названы Хунну, и гунны Западно-Римской империи это родственные, а может быть, даже одни и те же люди, ну, изменившиеся в ходе миграции на запад. Ну вот, знают они про гибель этой державы. Также очень интересное упоминание про болото, в который был брошен мальчик. По-видимому, это заболоченные берега озера Болотон. Именно там, на реке Недао, погибла в 468 году держава гуннов. Сыновья Атилы были разгромлены гипидами и германо-славянской коалицией, которая вокруг них объединилась. И на самом деле остатки гуннов бежали на восток. Уж куда на восток они добежали, сказать сложно. По легенде, волчица бежала на Алтай. Но есть у нас и другая версия происхождения тюрок, записанная китайцами. Китайцы – великие мастера истории, которые фиксировали все, что происходит в Великой степи, чрезвычайно интересные для них, потому что степь представляла смертельную угрозу для древнего Китая. И они тщательно проводили разведку в степи, собирали всякие слухи, легенды, рассказы и отслеживали генетические линии, потому что любой восток – это прежде всего история родов, фамилий и семейств. И генеалогия на востоке всегда играла значительно большую роль, чем на западе. И вот китайские историографы записали о том, что предводитель тюрок Ашина в свое время возглавлял 500 семейств, проживавших на западе Шэньси, китайской провинции, захваченной Хунну и Сяньби. Семейства же эти состояли из выходцев из разных родов, как написали китайцы. В 439 году н.э., когда племена Тоба, сяньбийские племена Тоба, захватили владение Хунну в Китае, разгромили последнего хунского князя Мугуня и овладели его страной, где кочевал Ашина, он отказался подчиняться табасским косоплетам, сочтя их слишком жестокими и свирепыми, и вместе со своими 500 семействами откочевал на запад, как написано в китайских источниках, с 500 семействами бежал к жужаням и, поселившись по южную сторону Алтайских гор, добывал железо для жужанцев. Тут уже никакой легенды. Тут все строго и правдоподобно. Но что любопытно, что если легенда выводит корни древних тюрок далеко с запада от гуннов Аттилы, то китайская историография их же выводит далеко с востока, из Китая, из территории контакта между китайцами и кочевым миром, из западной Шэнси, ну а конкретно из региона Хэсси. В свое время я про него рассказывал. Это чрезвычайно важный стратегический регион, где сходятся все ответвления шелкового пути, и они входят в Китай. Контроль над Хэсси всегда был делом высочайшей стратегической важности. И в истории тюркского каганата мы тоже будем об этом говорить, поэтому я про него сейчас и упоминаю. И вот там изначально Ашина и проживал. Разговаривал Ашина со своими пятьюстами семействами, естественно, на языке межнационального общения V века, на сяньбийском, то есть древнем монгольском. А когда он убежал на запад в степи, он оказался на южной стороне Алтайских гор в море Тюрок-Теле, кочевниках, которые предпочитали жить вольными родами, никому не подчиняться, не хотели ничего платить, а просто вольно пасти свой скот. И вот туда внедрился с небольшим ядром монгольских воинов Ашина и стал у них предводителем. Очень любопытна в связи с этим этим этимология имени Ашина. Ашина означает волк, потому что эта этимология напрямую нас связывает с легендой о волчицах. Так вот, Ашина означает волк. Но по-тюркски волк это буря, ну или каскэр. А по-монгольски Шона или Чина. Понятно, да, что имя имеет монгольское происхождение. Это китайский префикс, означающий уважение. Префиксы то, что ставится перед словом. Вот у русских есть такой суффикс уважительный, ВИЧ. Ну сейчас его в любом отчестве можно встретить. А в свое время до Петра Великого писаться с ВИЧем означало принадлежность к боярскому сословию. То есть это признак большого уважения. У китайцев в качестве такого уважительного элемента в имени использовался не суффикс, а префикс. А как раз и означал принадлежность к благородному сословию. Таким образом Ашина означает благородный волк. И вот здесь интересный момент. Ведь волк на самом деле это чрезвычайно важное животное для тюрк. Это татемный зверь, который, между прочим, объединяет их с римлянами. Римская волчица. Вы, наверное, уже подумали про это, когда я вам рассказал о легенде о происхождении тюрок от девятилетнего мальчика, которого вскормила волчица. Римская легенда о рамуле и реме, которых вскормила волчица. И готово к повороту налево. Я даже не удивлюсь, если будет доказано, что тюркская легенда напрямую у римлян и позаимствована, но творчески приспособлена к местным реалиям. Потому что гунны оттилы, как известно, сотрясали Риму. И уж, конечно, римский тревендер образованным гунном. А такие были, вопреки мнению некоторых невежественных людей, читающих всех кочевников, только дикарями и грабителями. Пронесление нового маршрута. Но, может быть, и само по себе возникло это легендарное тотемное отождествление, потому что мы знаем, любые древние народы всегда выводили свое происхождение от каких-либо тотемных зверей. Это общечеловеческая вот такая культурная традиция. У индейцев Америки, у славян, у кельтов, у германцев, у кочевников-тюрок, везде мы видим одно и то же. Поэтому Ашина, означающая благородный волк, нас перебрасывает автоматически из китайской истории, записанной историографами, из серьезной истории к легенде, которая тоже, в общем-то, потом была записана разными историками, но она, несомненно, имеет народное происхождение к легенде о воспитании прародителя тюрок-волчицин, которая спасла этого прародителя. Так вот, волк для тюрок имел огромное значение всегда. Как сианьбийская принцесса говорила о своем муже, тюркском, хане, хане, господи, как его говорить-то. Шаболева, о своем муже, хане Шаболе, хан, по его свойствам, есть волк. Волки, золотые, волчьи головы, были изображены на голубых знаменах тюрок. И... потом мы с вами увидим того же самого волка в качестве героя монгольских легенд о происхождении боджигинов серый волк и голубая лань. Причем мы же с вами знаем, что монгольские легенды возникли существенно позже тюркских иенов. Опять-таки не удивлюсь, если потом будет доказано со временем, что монгольская легенда о сером волке и голубой лане была позаимствована кучурок. Тем более, что мы с вами исследуя и рассказывая историю Чингисхана и его предков пришли к выводу, что весьма вероятно, что эти предки Чингисхана пришли с запада из тюркского мира, пересеча море Байкал, переплыв море Байкал и поселившись там, где впоследствии и зародился монгольский эдрис. Вот понимаете, насколько тесная связь между народами. С одной стороны, тюркский народ на Алтае возникает в результате того, что к нему пришло 500 семейств монгола-ашина, в общем, 500 семейств, это на самом деле легендарная цифра, она точно такая же, как 500 семейств эртагрула, которые пришли в Малую Азию и от них пошли все нынешние турки и малайзийские. На самом деле, это означает просто, что небольшое количество этих семейств, что их было немного. 500 кибиток это мало на самом деле, но сколько они там могут воинов дать? 500 воинов еще плюс сыновья. Небольшое число. Так вот, эта капля монгольская пришла на Алтай, в Тюркское море, моментально в нем растворилось в течение буквально 100 лет и уже в 540-е годы, когда тюркский этнос бурно выходит на историческую арену, он уже весь говорит исключительно на тюркском языке. Опять-таки, знакомая, ведь согласитесь, для нас слабая картина. Ведь мы этот же процесс видели, когда говорили об истории монгольских государств 13-14 веков. Буквально за 100 лет монголы, которые пришли в Кипчакские степи и здесь все переделывали по-своему, дали свои имена родам местным, но не растворились, их не стало. И в Тюркском море исчезла монгольская кровь, оставив только имя, родам, которые уже забыли, откуда они на самом деле когда-то приходили и уже стали считать себя местными испокон века здесь живущими. И то же самое произошло с Монголами. На Алтае как только там возникает тюркский этнос, он может быть даже в традиции такого этнического самосохранения и утверждения своих прав на свою прародину, на свою землю, он отказывается от этой вот линии, идущей из Китая и утверждаю, что мы здесь из пещер вышли, мы отсюда из земли, это наша земля, мы вышли и сдерживали, мы тюрки, выжили, вышедшие из подземных пещер, это наша исконная коренная земля. Абсолютно закономерный этап самоосознания с народом своего места на земле, на территории. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Так вот, Ашина пришел, Монгол Ашина пришел к тюркам теле на Алтайе, и здесь из этого смешения родился тюркский этнос. А потом тюркские предки Чингисхата пришли на Анон, и там из смешения смогут родиться другой великий этнос. Какие параллели, какая тесная связь. Тут уж не только Абулгази, вспомнишь с его идеей о тюркам монгольском родстве. на самом деле приходят на мысль, что тюрки и монголы ближе друг к другу, несмотря на то, что это, конечно, разные языковые семья, их разный генетический даже потенциал. Но реально они близки друг другу. Всегда меня удивляет ожесточение, которое иногда вспыхивает между представителями некоторых тюркских народов и монголами, когда тюрки пытаются отрицать роль монголов в истории. Гордились бы этим. Это же показывает, насколько ваши предки широко распространяли свои связи по великой степи, что вы представляете всю великую степь, а не только узкий какой-то род местный здесь возникший. Интернационализм лучше, чем любой узкий национализм, потому что любая империя не может быть национальной. Она всегда космополитична, наднациональна. Если мы говорим с вами в 21 веке о грандиозных объединениях народов, которые необходимы для того, чтобы просто выжить в условиях жесткой конкуренции и не превратиться в негров Африки, у которых нет будущего, кроме как обслуживать тех, кто на вершине экономической цепи стоит. Кто бы там ни стоял, хоть китайцы, хоть американцы, хоть европейцы. Нет. Один другого будущего для своих потомков. Надо объединяться. Значит, надо искать в прошлом то, что нас объединяет. И вдруг мы обнаружим, что очень многое объединяет, что, оказывается, мы реально братья, если не по крови, то уж по исторической судьбе. И это свойственно для большинства народов Северной Евразии. То, что потом делали в Советском Союзе, только на первый взгляд выглядит марксистским заимствованием откуда-то с западом. Ничего подобного. Только форма марксистская. А совместная. Мы здесь все это в прошлом еще увидим. Это евразийская сущность наша. Ладно, что-то меня куда-то понесло. Ну, короче говоря, две легенды. Одна китайская историографическая серьезная, другая народная, чисто легендарная. И они обе у нас смыкаются друг с другом в одной географической точке. Это Алтай. Алтай был прародиной тюркского народа. Здесь сформировалась в течение буквально 100 лет общность, которая сама себя впервые назвала тюрк. И уже от названия этого народа все остальные носители тюркского языка впоследствии стали себя с гордостью называть тюрками. Поэтому у древних тюрок, как их принято называть сегодня, великая историческая судьба и славное имя. И на самом деле их короткая, но яркая история она заняла буквально 250 лет, 300, не более. Оставила такой след в мировой судьбе, что она заслуживает того, чтобы о ней рассказать. У нас будет целая серия роликов о тюрках сегодняшней нашей рассказы только об их происхождении, а затем мы с вами пройдем по всей истории их славной, жестокой и трагической судьбы, вплоть до гибели и исчезновения в истории но не в памяти ибо имя их останется. Чуть я еще хотел как интересно сказать. Хочется выставить вроде все сказано. План у меня было происхождение тюрк. Вот я происхождение рассказа. А, ну да, ну ка конечно, так бывает, что сразу все нахо ничего не пропустишь. Прежде чем сказать пока-пока. не обязательно надо сказать два слова о том, что уже дважды прозвучало в нашем сегодняшнем рассказе. Как в легенде, так и в истории мы видим, что на Алтае тюрки, вышедшие из пещер или сформировавшиеся в народ, признали себя вассалами журжаньского хана. Что это за хан такой? Что это за народ журжань? Об этом обязательно сказать надо, тем более, что в Западной Европе о них очень превратное представление. Их почему-то все время называют алармией, руранские каганат и прочую всякую кучу пишут. Название этого народа, этой орды было журжань. Китайцы так ее называют. Произвождение этой орды было интернациональное. Это был абсолютный аналог казачества позднейшего. все кому было тесно в великой степи под властью жестокого торгаческого хана, завоевавшего северный Китай, либо под господством хунских шаньюев или эфтолитских вождей на западе, они все убегали в великую степь, благо она была широка. после того, как огромный массив кочевриков в четвертом веке нашей эры хлынул в Китай и завоевал северную часть Китая, степь осталась свободной. Здесь мало населения, много свободного места. И все, кому по разным причинам было трудно бежиться с правителями на юге или на западе, они могли свободно бежать сюда и находить здесь убежище и спасаться. И вот из этих интернациональных беглецов в четвертом веке складывается Жужжайская Орда. Предводитель этой Орды ее прародители. Сейчас я вам скажу, как его звали. Там была интересная история. Где-то в 50-х годах четвертого века некий юг-любин. Бывший раб, служивший в сельбийской коннице, что очень важно, был приговорен к смертной казни. Ему удалось бежать и около него в горах собралось несколько десятков развойников самого разного происхождения. Беглецы нашли возможность договориться с соседними кочевыми племенами приговорились с ними. Вот из этого чисто казачьего объединения банды рождается великая жужжанская орда. Преемник юг-люэй Гюлюхуй установил отношения с ханами Топа в северном Китае и выплачивал им небольшую дань. Тем самым он получил право на жизнь. Сомолями и куницами кто указывает на то, что кочевала жужжанская орда где-то поближе к Сибири на северной оконечности великой степи. Поскольку их никто не трогал, то жужжане распространились по всей Алхе от Хингана и до Монгольского Алтана. Затем поверните но поскольку они были беглецами убежавший от жесткого режима в странах где они родились и они не хотели работать то объединились они в орду. качевники жили вокруг родовыми объединениями они просто пасли скот. Эти были как казаки. Воинское объединение десятки сотни тысячи каждое знамя это сотня выше тысяча по голове всех стоит хан тот же атаман казачий но в отличие от казачьего общества военного жужжанская орда была намного более централизованной поскольку предводитель этой орды югилюй был всадником сяньбийской кавалерии у сяньбийцев же монгольских племен захвативших северный Китай была необычайно жесткая военная деспотическая организация и убежав оттуда югилюй принес в степь вот эту традицию военной диктатуры поэтому жужжанская орда она не была демократическим обществом как казачьи сообщества как казачьи войска это было ханство это была орда где все беспрекословно повиновались жужжанскому хану но организованы точно так же полки тысячные сотни десятки в десятки могли кого угодно принять разноплеменный народ поскольку он был разноплеменный и у него никакого единого происхождения не было то говорили на языке межнационального общения в великой степи четвертого и пятого веков нашей эры а это был древнемонгольский сяньбийский язык поскольку сяньбийцы захватили всех в северном Китае и они же за себе подчинили великую степь начинь степь поэтому сяньбийский протомонгольский язык получил такую роль языка межнационального общения вот жужжанская орда абсолютно интернациональная по своему составу военно организованная говорящая на сяньбийском древнемонгольском языке она в степи захватила господствующую позицию поскольку объединившиеся во рту воины не хотели работать а хотели добывать дань так было проще существовало естественно что жужжане захватили контроль над местными кочевниками телеутами или теле тюрки теле те самые которые и Ашин их волна Алтае повстречает их было намного больше чем этой жужжане и только террористическими методами жужжане могли поддерживать господство над мирными тюрками кочевниками скотоводами они были необходимы для жужжане потому что иначе с кого бы они брали дань и объединив все под своей тирамической властью они начали набеги на Китай войны с китайцами живя добычей о жужжане очень много интересных историй в частности у Чингиза Айтматова есть буранный полустанок такой рассказ нерассказ выдающееся произведение и там вот эта легенда о манкуртах которая вошла уже поздно советское сознание общественное это как раз про жужжане именно они любили такими вещами заниматься наголово брили голову кочевника захваченного в плен врага и натягивали на нее сранятную кожу только что освежеванную баранью кожу и бросали связанную высыхать под палящим солнцем кожа стягивала высыхает череп с такой силой что жесткие азиатские волосы прораставшие на голове не находили выхода и начинали расти обратно в голову тем самым вызывая невероятные страдания мучительные говорят очень многие погибали те же кто выживал терял практически память и превращался в такого полузомби манкурта послушного раба что в общем-то и было целью жужжания легенда конечно она есть легенда но не случайно что связывает она эти дикие пытки именно с жужжаниями потому что вот такая интернациональная деклассированная орда собранная из элементов которые не желают работать но желают жестоко властвовать она как раз такими вещами в истории всегда и отмечается пытки казни зверства всякие террористический режим но с другой стороны надо сказать что принципы организации жужжанской орды они впоследствии будут везде по всем кочевым империям распространены вот эта военная десятичная система которая потом будет у Чингисхана и то что жужжане храбрых награждали а трусов били палками такой закон у них был очень просто жили счет козь какашки использовали для счета или камушки письменности не знали это было ни к чему для того чтобы воевать и грабить это зачем это все это у китайцев там пишут что-то мы придем все сами возьмем мечом очень жестокая орда 200 лет господства жужжания в степи было временем очень тяжелым и кровавым для мирных скотоводов безусловно что все подданные этой орды страдали от тиранического гнета жужжанского хана именно в этом будет причина стремительного успеха тюрок вышедших из Алтая под знаменем борьбы против жужжанской тирании ну и китайцы конечно тоже здесь будут очень заинтересованы в этом мы с вами получили картину которая нам объясняет все последующее с чем придется в следующем ролике столкнуться поэтому чтобы не пропустить подписывайтесь на канал и ждите история тюрок только начинайте пока пока субтитры субтитры поверните налево держитесь правее затем поверните направо поверните направо поверните наверх затем продолжайте движение прямо успешно прибыли субтитры Продолжение следует... 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 Продолжение следует...